С нами на связи Дмитрий Тужанский, директор Института Центральной Европейской Стратегии, основатель проекта Reopen Ukraine. Дмитрий, здравствуйте. Рад вам, как всегда, в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Мы услышали, да, часть ваших месседжей в нашем материале, но я бы немного с другой темы начал. О популярности популистов, которые либо собираются стать частью старые-новые, скажем так, представители власти, либо те уже, которые есть. Часто вспоминают господина Орбана, как нынешнего правого популиста, иногда говорят, либо центриста. А Фитсу точно так же говорят. Почему, по вашему мнению, в некоторых государствах Европейского Союза популисты становятся все более популярными среди населения? О чем это может говорить, учитывая, скажем так, продолжительность истории сотрудничества между конкретными государствами и институциями Европейского Союза, где нет не толики популизма, как мне кажется? Вот ваше мнение. Есть, конечно, общие глобальные тренды. Это, условно говоря, трампизм, несистемность, и с этого популярны всякие конспирологические теории, антивакцинированные движения, или как там их назвать. И оно есть, собственно говоря, во всех странах. В Словакии есть еще свой внутренний контекст. Он связан с историей и с идентичностью словаков, которые всегда видели в России, в Российской империи, как такого спасателя, источник вот этого панславизма, дружбы славянских народов. И для Словакии это был момент такого самосознания, потому что словацкая нация, она всегда чувствовала угрозу со стороны бетенгерской нации, потому что современная территория Словакии в свое время была частью бетенгерского королевства, частью бетенгерской империи. И это была угроза идентичности. То есть Словакии, условно говоря, придумали себе в свое время вот эту Россию, как такую, не знаю, от каких, братский народу. То, что нам навязывали, собственно говоря, про братский народ, Словакии придумывали себе сами. И вот эта идея братства, она довольно-таки сильна. И когда ты не можешь подкрепить, условно говоря, альтернативные мысли, да, то есть там членство в Евросоюзе, в НАТО, как такой инструмент, я не знаю, достатка, стабильности, да, это постоянно какие-то кризисы, там, инфляция, цены, да. То есть ты в таком виде видишь Евросоюз, то тебе кажется, что Россия это что-то такое, это стабильность, это какие-то прогнозируется, это безопасность. И на этом, собственно говоря, спекулируют политики, что, мол, нам надо с Россией договориться, это будет дешевый газ, не будет войны и так далее и подобное. Собственно говоря, то, что делает Виктор Орбан очень успешно. Вот, поэтому это вот как раз словацкий контекст, накладывается на это еще этот факт, что, собственно говоря, досрочные выборы, они стали результатом того, что демократический лагерь в Словакии себя дискредитировал, да, потому что в 2020 году они победили, демократы, создали коалицию, и тогда и президент, и правительство, и коалиция в парламенте, они представляли вот этот прозападный курс, и, к сожалению, за три последних года через внутренние конфликты и не очень удачную политику, они вот привели к досрочным выборам. Это еще одна реакция, что вот этот маятник общественного мнения, он теперь двигается в противоположную сторону, и поэтому такой политик, как Роберт Фитцов, которого вот в 18-19 году, как бы все уже провожали на пенсию, мол, был вопрос только, как он уйдет с политики, уйдет просто на пенсию, или уйдет под криминальные дела, или сядет вообще в тюрьму. А сегодня мы имеем дело, когда Роберт Фитцов возглавляет со своей партией, как бы, рейтинги и гонку правительства, ну, правительства, да, и претендует на то, чтобы сформировать новое правительство, собственно говоря. Я себе коалиция евроскептиков, учитывая позицию официального Будапешта и, возможно, да, возможно, сейчас говорим, будущую позицию официальной Братиславы. Что это значит для Европарламента, к примеру, выборы которого будут в июне следующего, 2024 года? Что это значит в целом для ЕС как институции? Словакия слишком маленькая, слишком слабая, чтобы создать реальные проблемы для ЕС, для Украины, для Запада в целом. И я не уверен, точнее, я уверен, что ничего больше, никаких больше проблем, помимо там заявлений, каких-то, знаете, таких полудимашев, полушантажа, мы от Словакии в худшем сценарии не получим, да. Слишком опасно и слишком дорого и слишком невыгодно даже для Роберта Фитцу, если он вернется к власти, действительно воевать с Брюсселем, воевать с ЕС, воевать НАТО. Вот, это будет максимум риторика, да. Это, собственно говоря, то, что мы видим в исполнении Виктора Орбана. Если так конкретно разобраться, он, его вся эта антизападные действия и риторика, это блеф, скорее всего. Хотя очень неприятные местами, да, то есть там блокирование заявлений и все такое. То есть, что с точки зрения будущих выборов в Европарламент, ну, знаете, посмотрим. То есть, это будет отдельная кампания, оно, конечно, будет зависеть от того, насколько будет глобальная ситуация в Европе развиваться. И очень часто в Словакии особенно выборы в Европарламент, они не прямо соответствуют выбору на парламентских выборах. Это то же самое в Словакии по местных выборах, да. То есть, местные выборы там побеждают очень часто представители христианских демократов, которые вот последние два парламента не попадали в него, да. И то же самое мы посмотрим, что будет на Европарламент. То есть, там очень многое зависит от явки, это все летом, немного другая кампания. Но, собственно говоря, и Роберт Фитцо, и его партия, и прогрессивная Словакия, и Голос, они явно будут представлены в новом Европешком парламенте. Там уже будут скорее торги, в какой блок они пойдут, потому что, будучи очень схожими в риторике, партия Фидес, Виктора Орбана и СМР Роберта Фитцо, они все-таки в двух разных альянсах, да, потому что Роберт Фитцо, он ближе к левому популизму, а Виктор Орбан все-таки ближе к правому популизму. Посмотрим, насколько вот эти популисты смогут объединиться на какой-то общей платформе. До сих пор это у них как раз не выходило. То есть, будучи едиными в антизападной и часто антиукраинской риторике, пророссийской риторике, эти популистические силы в Европе так и не могли объединиться на какой-то одной общей платформе. О том, что происходит перед выборами в самой Словакии, есть информация о том, что в Евросоюзе пригрозили соцсетям штрафами за российскую пропаганду перед процессом голосования, пишет об этом издание «Политику». В соответствии с европейским законодательством о цифровых услугах, платформы соцсетей должны активно удалять незаконный контент, подавлять иностранную пропаганду. Если не сделают это определенные соцсети, грозит штраф в размере до 6% от их годового мирового дохода. Сообщается, что согласно недавнему отчету Центральной Европейской обсерватории цифровых медиа, в словацких соцсетях регулярно появляются прокремлевские тезисы. Прокремлевские тезисы, которые продуцируются или Москвой, или опять-таки поддерживаются возможным новым старым премьером, его командой, исходя из той позиции. Исходя из пути, который был ранее выбран. «Ну, я вам скажу, это сейчас обратили все внимание на Словакию, информационное пространство. Но по исследованиям нашей института и то, что мы делали в консорциуме с словацким, собственно говоря, с европейскими коллегами, словацкое информационное пространство уже давно, несмотря на все усилия, это самое уязвимое, наверное, место словацкого общества. То есть там вот эти все конспирологические теории, фейки и то, что мы называем пророссийские нарративы, не обязательно распространяются русскими, хотя российское посольство очень активно в Словакии. Но это просто ключевая проблема. И одно, что, скажем так, нейтрализирует все попытки предотвратить распространение этой информации, это действительно то, что сами словацкие политики, словацкие государственные деятели и госслужащие, они эту дезинформацию, собственно говоря, распространяют. Это большая проблема. И я, честно говоря, не знаю, как Словакия будет ее решать, потому что закрытие сайтов, это то, что Словакия прошла, собственно говоря, за последние годы. Сайты, которые распространяли антивакцинальную риторику и все такое, оно не помогло. То есть дезинформация в конспирологии до сих пор очень популярна. И это то, что, собственно говоря, подменяет реальность в Словакии. То есть люди верят не фактам, а верят вот этой конспирологии. Ну, штрафы — это прекрасно, но давайте попробуем. Я не уверен, что это прям поможет. То есть тут надо больше работать в сфере образования, в сфере, не знаю, там, этики, диалогов. Потому что общество Словакии очень поляризировано, географически, экономически, социально. И это все продуцирует вот эту реальность. И, собственно говоря, для Украины что важно? Когда мы анализируем и смотрим на ту же Словакию и избирательные компании сейчас, или на ту же Венгрию, надо понимать, что в какой-то степени мы смотрим на себя в зеркало. Это то, те угрозы, которые ждут нас. И вот те аспекты, о которых вы говорите, определенной информационной гигиене, критическое мышление, это все дольше обучается, чем такой себе информационный фастфуд, да, который быстрее попадает в кровь, скажем так, потребителя конечного и быстрее воспринимается. Ну, это так, это, наверное, больше лирика, чем конкретика. Несмотря на малое влияние Словакии на внутреннюю политику Европейского Союза, Москва может получить такого себе партнера, в каком-то смысле, наверное, ну, точно государство, которое будет не против визитов официальных лиц на их территорию. Как это Москва может использовать, по вашему мнению? Возможно, даже в контексте выстраивания такой себе оси зла, которые причисляют в том числе иногда и Венгрию, и господина Орбана в том числе. Я не верю в эту ось, я не верю вообще в какое-то системное сотрудничество Словакии во главе с Робертом Фиццо и Венгрии во главе с Виктором Орбаном. Это могут быть какие-то ситуативные альянсы, чтобы заблокировать там какое-то заявление или все такое. Я вижу угрозу больше в том, что Россия сможет эксплуатировать, то есть разыгрывать Украину, Словакию, Украину и Венгрию в темную друг против друга или разыгрывать какие-то вопросы, которые нас разъединяют, или где у нас нету какого-то общего мнения или общего подхода, чтобы нас рассорить. И рассорить в нужный момент. Это мы видим сейчас как раз по отношениях между Киевом и Варшавой. То есть всю ту инфраструктуру дружбы и понимание, которую выстроил Киев и Будапешт, сейчас это все под угрозой и сейчас это все не помогает двум странам найти, не знаю, компромисс, понимание в ситуации, которая начиналась с, не знаю, с экспорта зерна с Украины в Польшу. То есть сейчас уже обсуждается совсем другое. Обсуждается там, что Украина предала Венгрию в пользу Германии или Евросоюза или не в достаточной степени ценит помощь Польше или с нашей стороны, что Польша это все использует партии ПИС, чтобы выиграть на выборах или чтобы в свое время, в будущем этот тест, чтобы блокировать украинское вступление в Евросоюз по поводу того, как мы будем делить эти квоты в аграрной сфере. То есть это идет подмена реальности на самом деле и подмена, скажем так, интересов, которые есть первоочередными. То есть это угроза России, это вступление Украины в Евросоюз, это синхронизирование двух экономик, потому что если даже, условно говоря, Польша может где-то проиграть в контексте зерна или другой аграрной продукции от вступления Украины в Евросоюз, то она точно выигрывает там с молочной промышленностью и так далее и тому подобное. То есть это все вот так должно двигаться, но мы видим, что двигается в другом направлении. Очень все вот эмоционально переходит в контексты таких конспирологий, собственно говоря, там вспоминают исторические вопросы и так далее и тому подобное. Ваши коллеги также говорят, они, в принципе, созвучны месседжи, о которых вы говорите, что возможный приход сил таких, как мы выше описали, к власти в Словакии не повлияет на европейские настроения в отношении Кремля. Так считают международные эксперты, по их мнению, это не та страна, которая способна влиять на общую политику Евросоюза, как мы уже, Дмитрий, с вами, как вы уже сказали. В конечном итоге страна будет вынуждена адаптироваться к общей линии. К тому же эксперты допускают, что правительство Роберта Фитцо в случае возможной победы может в итоге ненадолго, в принципе, задержаться у власти. Что подобный приход значит для еще не институции, платформы, наверное, или, правильно говорить, группы, а именно Вышеградской четверки, где есть Венгрия, где есть Чехия, где есть Польша и где есть непосредственно сама Словакия. Ведь были конфликты, да, вот в отношении Венгрии и ее позиции к Украине, критиковали это государство. Для Вышеградской четверки возможный приход Фитцо, изменение политики внутренней и внешней, значит ли возможный конец? Ну, вопрос, что мы понимаем под концом. В принципе, Вышеградскую четверку уже почти как бы похоронила Венгрия с ее позиции после вторжения. Но, опять-таки, Вышеградская четверка, это слишком такой... Мы, как по мне, переоценим это. Региональное-региональное объединение, вот не имеющее влияние, вы это имеете в виду? Да, абсолютно. То есть, скорее всего, даже при этой позиции Венгрии и при возможной позиции Словакии с Робертом Фитцо, это много будет зависеть будущей Вышеградской четверки от дуэта Чехия и Польши. Если у них получится сотрудничать и получится действовать как партнеры, тогда Вышеградская четверка спокойно переживет там какие-то демарши той же Венгрии или той же Словакии. Потому что и Венгрия, и Словакия с этой четверки это скорее слабые звена, да, и политические, и экономические. То есть, моторы Вышеградской четверки это Чехия и Польша. Если они смогут действовать дуэтом, то Вышеградская четверка может вообще переродиться и быть очень таким сильным альянсом. Но и на последок я бы хотел сказать, что, знаете, мы с вами обсуждаем какой-то такой самый плохой сценарий, когда Фитцо побеждает, но я хотел бы отметить, что даже победа Роберта Фитца и его партии на выборах еще не означает, что он вернется к власти и создаст коалицию и правительство. То есть, даже если прогрессивная Словакия придет вторая, она может создать очень эффективное правительство и коалицию с очень прозападной повесткой. То есть, давайте не будем спешить записывать Словакию в какой-то уже такой, знаете, проблемный, антизападный, антиукраинский лагерь. То есть, там в субботу еще может быть все хорошо для нас. Единственное, что это, знаете, так, 50 на 50. Это, знаете, прогноз сейчас такой, что шанс увидеть слона на улице, да или нет. Это может быть. Почему обсуждение, наверное, зашло в русло негатива? Граждане Словакии, наверное, все-таки смотрят на граждан Венгрии, на отношение со стороны официального Брюсселя к официальному Будапешту. Как ограничивается финансирование для государства, как критикуется господин Орбан, и как Орбан, собственно, реагирует на это. Иногда, не знаю, могу ли себе позволить подобный тезис, но все же сумасшедшими постами в Твиттер, в соцсети X, вот в ответ на реакцию определенных действий со стороны официального Брюсселя. И видится, что в случае, если в Словакии будет похожее правительство, Словакия ожидает также ограничения в вопросе финансирования просто. Но от этого и зависят многие институции, государства. И тут, в принципе, история тогда будет понятна и схожа, как с Венгрией. Правильно ли я понимаю, вот такое развитие событий? И да, и нет. Потому что, смотрите, Венгрии бы давно дали бы финансирование, если бы она сделала соответствующие шаги. Реформы, верховенство, права и многое другое. Да, прав человека. То есть, смотрите, в чем суть. Виктор Орбан может продолжать свою вот эту антизападную, антиукраинскую риторику, но если бы он сделал эти шаги, он бы деньги получил. И, собственно говоря, к этому все идет. Тут просто получается так, что вся страна Венгрии становится таким заложником этой политической игры Виктора Орбана, потому что он не хочет делать эти реформы, хотя они нужны стране. Они не нужны его режиму, потому что они сделают его более демократическим, а, собственно говоря, в понимании Виктора Орбана слабым. И, собственно говоря, Виктор Орбан к матчу, он не хочет, скажем так, делать шаги назад. Но, опять-таки, Словакия может пойти этим же путем, если она не будет делать реформы те, которые должна, и это все будет, скажем так, упаковано в политическую риторику того или иного политика. Но, опять-таки, деньги могут в Словакию идти дальше, но и оттуда же можем мы слышать очень, знаете, такие неприятные заявления. То есть обратите внимание на Польшу. Польша в последние годы, ну, до этого конфликта, была очень проукраинская, очень, скажем так, прозападная, но у них деньги тоже заморожены. То есть, может быть, и этот сценарий. Я бы все так не упрощал. Тут нету зависимости между политической риторикой элит и тем, получат ли они деньги с Евросоюза, согласно с их договоренностями или нет. Это все сложнее. Ну, так видится, да, что вот прокремлевская риторика, она иногда идет рука об руку с коррупцией, рука об руку с нарушением прав человека, ну, и многим-многим вот этим пакетом, которым пользуется постоянно господин Орбан. Дмитрий, спасибо вам огромное за участие в эфире «Фридом». Рада вам здесь всегда. Дмитрий Тужанский был с нами на связи. Директор Института Центральной Европейской Стратегии, основатель проекта «Reopen Ukraine». Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» — только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова